Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня наконец окончательно разделаюсь с итогами 2017 года. Уже были разочарования, лучшие, худшие и просто интересные фильмы, которые вы пропустили. Ну а завершит эту серию десятка очень неоднозначных, но при этом чем-то впечатляющих фильмов. Кстати, ребят, все фильмы, о которых я сегодня расскажу, есть в онлайн кинотеатре Иви. Он правда очень удобный. Что круто, у них есть огромный каталог фильмов, мультфильмов и сериалов от самых главных голливудских студий. Причем весь контент в супер качестве. И да, смотреть можно где угодно и на чем угодно. Компьютере, телефоне, приставке и умных смарт-телевизорах. Так что рекомендую самим попробовать. Ссылка в описании. Малыш на драйве. Британец Эдгар Райт уже давно заработал репутацию неоднозначного режиссера, каждая работа которого вызывает споры. Так было почти со всеми его фильмами, среди которых Армагедец, с которого я офигел, Клевый Скотт Пилигрим против всех и Зомби по имени Шон. Как правило, фильмы Райта получаются достаточно самобытными и при этом собирают очень разностороннюю критику. Малыш на драйве не стал исключением из этих правил. Новая работа режиссера образовалась на стыке нескольких жанров. Сносный экшен соседствует с вполне себе сопливой мелодрамой, а элементы мюзикла сталкиваются с намеками на криминальный триллер. Все вместе это выглядит довольно странно, но в необычности фильму точно не откажешь. История малолетнего преступника, который лихо гоняет от копов в компании матерых бандитов, достаточно сильно напоминает какой-то лайтовый пересказ сурового фильма «Драйв». Только вместо жести и неонуарной безысходности, здесь куча глупостей, акцент на подростковую любовь и общую легкость восприятия. Впрочем, все это не помешало фильму завоевать расположение зрителей. Да и главная его особенность заключается вовсе не в сюжете, а в музыке. Кто-то его даже называет «Ла-ла-лендом» от Райта. Эдгар попытался сделать ее не просто фоновым сопровождением, а непосредственным участником событий. И вот это мне очень понравилось. При этом Райт даже банальный сюжет вытягивает своим авторским подходом. Где-то шаблон разорвет, где-то наоборот потроллит им. Все это, конечно, вкусовщина, но одним он меня берет точно. Он вкладывает в свою работу душу. Малыш на драйве – это, конечно, одноразовый проходняк, но проходняк с душой. Так что, если ты подросток, не видел драйв или ценишь подачу, то этот фильм для вас. Субурбикон. Не помню, что бы вам говорил, но братья Коэна – одни из моих любимых творцов в киноиндустрии. Я стараюсь не пропускать их работы. В этот раз мужики вместе с Джорджем Клуни выступили в качестве сценаристов. А Клуни еще продюсировал и режиссировал в итоге. Их новая история рассказывает о странной семейке, проживающей в солнечном Субурбиконе. Это такой прекрасный, тихий и идеализированный городок в самом сердце Америки. Настоящее воплощение американской мечты. Но внезапно в жизнь этой семейки вторгаются бандиты. И это событие толкает Читу на худшие поступки в их идиллической жизни. В идейном плане картина мне понравилась. По сути, Субурбикон – это прибабахнутая сатира на американскую жизнь. С попыткой тонко изобличить политический вектор и манипуляции сознанием в 50-х годах. Знаете, я не могу сказать, что фильм в целом мне прям понравился. Скорее нейтрально, слишком уж тягучий в первой половине получился. Но вот развязка, да, эффектная. Ну вы знаете, какой он и могут впечатлить финалом. Так что, если вы поклонник их творчества, или вдруг вы любите Мэтта Дэймона с Джулианой Мур, то можете дома разок глянуть, а остальным на свой страх и риск. Можете офигеть с непривычки. Кингсман на золотое кольцо. В 2015 году первая часть франшизы стала настоящей бомбой. При том, что до выхода экранизации комикса в нашей стране о Кингсмана слышало два с половиной человека, фильм стал настоящим хитом. Великолепно поставленные экшн-сцены, харизматичные актёры, юмор на грани фола и толстый стёб над жанром шпионских фильмов. Всё это вознесло ленту в топ лучших развлекательных новинок года. Само собой, все мы хотели хорошей добавки, и создатели бодро взялись за работу. Да, к сожалению, золотое кольцо вышло хуже оригинала. На мой взгляд, сильно провис несколько вторичный сюжет и центральные герои. Но зато очень неплохо тащил юмор. Он по-прежнему ходил по тонкой грани между ядрёными шутками и сортирной пошлятиной. И мне понятны достаточно низкие рейтинги, просто не всем понравится льющаяся временами пошлятина. Но тут вы знаете, у меня специфическое чувство юмора, поэтому с камео Элтона Джона я неплохо угарнул. Джон не стеснялся шутить по поводу своего образа, баловства с наркотиками и сексуальной ориентации. Так что шутки про анальные утехи я воспринимал с ухмылкой. Но больше всего я конечно ржал с американского президента, это вообще верхушка прям в голос. Прокрутка людей через мясорубку тоже не может не шокировать. В общем при всей вторичности сюжета, потерявших в глубине героев и спорных сценарных решениях, история благодаря ситуативному юмору зашла нормально. Она позволила отдохнуть, а местами искренне посмеяться. В целом, как по мне, так «Кингсмен золотое кольцо» это неплохая шпионская комедия, которая успешно справляется со своими функциями. Но помните, ваше общее восприятие будет очень сильно зависеть от того, какой юмор вы любите. Если вы плохо переносите по шлятину черный юмор, то это кино не для вас. Я же люблю любой юмор, лишь бы он работал. Мама! Как бы вы ни относились к Даррену Аронофски и его творчеству, последняя лента режиссера однозначно заслуживает место среди самых впечатляющих фильмов прошлого года. Мама вызвала различные впечатления, от восторженных до самых негативных. Например, на Венецианском кинофестивале зрители освистали работу Аронофски, причем ранее такое уже случалось с фильмом «Фонтан». Зрителям с тонкой душевной организацией действительно было с чего офигеть. Два часа на экране творится форменный дурдом, обитатели которого от души стараются проявить все возможные признаки своего морального разложения. В комплекте адские бухачи, драки, массовые убийства, беспорядочный секс и даже поедание младенцев заживо. Само собой, режиссер не забыл завернуть все это в тысячу слоев труднодоступных подтекстов, среди которых религиозные параллели, аллюзии на историю человечества и просто троллинг различных слоев общества. Ну и до кучи все действо зажато в стенах одного дома, где семейная пара якобы пытается построить счастливую жизнь. Лично у меня сформировалось вполне положительное мнение о фильме, но пересматривать я его вряд ли стану. Если вы хотите получить пищу для размышлений, слегка взорвать себе мозг, хапнуть черное от духи, увидеть яркие эмоции на лице Дженнифера Лоуренс, значит мама может вам подойти. Ну а всем остальным советую сто раз подумать и трезво оценить прочность своей нервной системы перед тем, как смотреть данное творение. Одно скажу точно, фильм впечатлит. Удача Логана! Пожалуй, этот фильм у меня вызвал очень смешанные впечатления. Да и вообще, никогда еще так сильно во время просмотра у меня не менялось мнение. Первую половину хотел уйти несколько раз, но настолько казался скучным, что не вывести без пробуждающего пинка под зад. Но вот вторая половина и особенно многоходовочная развязка очень понравились. Режиссером картины выступил Стивен Содерберг, известный постановкой «Друзей Оушена». История его нового фильма тоже сильно напоминает «Друзей Оушена», только вместо нормальных главных героев тут выступают невменяемые придурки. Концепт тот же. Чувака Логана в исполнении Ченнинга Татума выперли с работы, и он решает собрать команду из Адама Драйвера, Дэниела Крейга и других для невероятной аферы. На самом деле, если вы видели трейлер, то не видитесь, это не гомерически смешная комедия, как ее позиционируют. Это едва улыбающая трагикомедия, которая высмеивает американский образ жизни. Честно сказать, может фильм первую половину и смотрится уныло, зато по смыслу мне показался более глубоким, чем те же Оушены. Ну и сказать, что в конце я был впечатлен, ничего не сказать. Так что если вы смотрели «Друзей Оушена», то можете посмотреть и это кино разок. Оно! В 2017 году фильм Андреаса Мускетти внезапно стал одним из самых прибыльных проектов за весь год. При вложенных в производство ленты 35 миллионов долларов, она принесла своим создателям более 700, окупившись 20 раз. Для сравнения, вторые «Стражи Галактики» в мировом прокате собрали 863 миллиона долларов при бюджете в 200. Получается, что «Ужастик» не только собрал сопоставимую сумму, но и оказался в 5 раз прибыльнее сверхпопулярного экшен-фильма из самой раскрученной киновселенной. Судя по всему, помимо мощной пиар-компании, свою роль сыграли и еще два фактора. Популярность произведений Стивена Кинга и печальная ситуация в жанре фильмов ужасов. Вы знаете, я не был в восторге от новой экранизации. В обзоре я традиционно цеплялся к сценарию и говорил, что его можно и нужно было докручивать. Моё мнение с тех пор не изменилось, но при этом я все же считаю ленту достаточно качественной. На фоне нескончаемого конвейера дешевых и убогих ужастиков, слабых триллеров, оно действительно выглядит неплохим фильмом в жанре. Отличная атмосфера, хорошая игра юных актеров и потрясающий Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгарда внесли решающий вклад в успех фильма. Так что, как минимум на уровне аудиовизуального восприятия, лента немного впечатляет. Чудо-женщина! Кассовые сборы DC-шного сольника составили 821 миллион долларов при бюджете в 149. Таким образом, Чудо-женщина стала первым успешным супергеройским фильмом, где центральное место занял женский персонаж. Режиссером ленты также стала женщина по имени Петти Дженкинс. После успешной премьеры, злые языки говорили, что это сильно повлияло на итоговое восприятие фильма. Есть мнение, что при оценке Чудо-женщины, критики больше руководствовались не художественными достоинствами фильма, а нежелание переть против кучи восторженных отзывов, среди которых то и дело проскакивало слово «феминизм». И действительно, привычно обосрать Зака Снайдера, это уже традиция. А вот за нападки на обласканную Петти Дженкинс, вполне можно было получить обвинение в сексизме. У нас с этим делом пока как-то попроще. И, возможно, именно этим объясняется такая разница в рейтингах между нашими и западными киноресурсами. Ну а лично мне было вообще плевать, кто там снял этот фильм. Я всегда стараюсь оценивать кино, исходя из его качества и художественной ценности. И здесь «Чудо-женщина» оказалась типичным супергеройским фильмом DC. Глупым, наивным и совершенно необязательным к просмотру. Но одно существенное преимущество всё же есть. Лента действительно смотрится лучше и живее других фильмов вселенной за счёт персональных заслуг «Гальгадот». Чего уж греха таить, все зрители залипали в первую очередь на её обаятельную внешность и милую мимику. А на дурацкий сюжет, картонных персонажей и тонны графона внимания никто особо не обращал. Сто процентное попадание актрисы в образ действительно впечатляет и вывозит весь фильм. Так что, по моему мнению, «Гальгадот» – это единственная веская причина посмотреть «Чудо-женщину». А, ну и заглавная музыкальная тема от Ханса Циммера даст фору любому супергеройскому фильму. ЖИВОЕ! Совсем погнавший на религиозной и философской почве Ридли Скотт никак не хочет снять нормальное продолжение «Чужого». Судя по всему, это достало не только поклонников франшизы, но и некоторых киноделов. Поэтому режиссёр Даниэль Испиноса взял и замутил своего «Чужого» с плагиатом и шлюхами. Ну ладно, вместо «шлюх» здесь интернационал из уважаемых космонавтов, в том числе и русских. А вот плагиата может не заметить, разве что человек, который никогда не слышал о «Чужом». Серьёзно, за исключением никому не интересных нюансов, история фильма повторяет культовую ленту один в один. Неизвестная форма внеземной жизни плюс астронавты-дебилы равно кровь кишки и отличный шанс угробить всё человечество. И всё же концепт «Чужого» настолько хорош, что работает даже 40 лет спустя. Да, «Живое» — это бессовестная калька с фильма Ридли Скотта. Но лично мне всё равно было интересно на это посмотреть. К тому же в ленте всё же есть свои достоинства. Очень неплохой визуал при бюджете в 58 миллионов долларов. Очень неплохо проработанные персонажи, если исключить их клиническую тупость в вопросах безопасности. Прекрасная атмосфера, крепкий саспенс, ну и отлично актёрские работы Джейка Джилленхола, Ребекки Фергюсон и Ольги Дыховичной. Так что если у вас дико бомбит после «Завета», если вы очень соскучились по старому формату «Чужого», то «Живое» даст вам хотя бы часть необходимых впечатлений. Нормальный триллер на один раз пойдёт. Логан. За долгие годы своего существования вселенная Люди Икс превратилась в непроходимые дебри, которые продолжают зарастать без полноценного перезапуска. Но в 2017 году хотя бы один популярный мутант наконец дополз до своего персонального финала. Произошло это в фильме Джеймса Мэнголда, который решил не идти протарёнными путями и придумать что-то оригинальное. Старания съёмочной группы привели к созданию очень обычного супергеройского фильма, который резко отличался от всего того, что мы видели в данной киновселенной раньше. Во-первых, фильм получился гораздо сильнее в драматическом плане, а на его жанровую принадлежность неожиданно повлияла мощная атмосфера вестерна. Во-вторых, создатели не побоялись ограничительных возрастных рейтингов, благодаря чему Логан вышел куда более жёстким и жестоким, чем традиционные супергеройские фильмы. Ну и сам факт того, что история любимого героя близится к финалу, сильно подогревал интерес к ленте Мэнголда. В совокупности с хорошими работами Хью Джекмана, Патрика Стюарта и Дафни Кин, этого было достаточно для того, чтобы увлечь зрителя. Как минимум, Логан получился очень самобытным и своеобразным фильмом, который сильно отличался от всей остальной супергеройки. О том, почему лично для меня он не стал лучшим из лучших, вы можете узнать из полноценного обзора. Ну а здесь я хочу отдать должное его сильным качествам и признать одним из самых впечатляющих фильмов года, несмотря на все недостатки. Джон Уик 2 Прошедший 2017 не особо радовал шедеврами, поэтому итоговый топ лучших фильмов мне дался очень непросто. В определенный момент я даже хотел включить в него сиквел Джона Уика, но затем передумал. Все-таки на десятку лучших он не тянет. Но при этом у фильма Чада Стахелски все же есть очень весомые достоинства. Если коротко, то лично для меня Джон Уик 2 стал лучшим боевиком года. Конечно он не лишен стандартных жанровых болячек, забавляет социальное устройство местного мира, в котором половина населения больших городов работает наемными киллерами или как минимум состоит в мафии. Еще здесь есть татуированный русский бандит Абрам, повелитель местных бомжей по прозвищу Голубинный Король, Великая Мстя, а также куча сценарных ляпов, клише и просто глупостей. В общем при желании к фильму можно долго придираться, но этого желания не возникает. Все вывозит крутой Киану Ривз и шикарная постановка боевых сцен. Некоторые из них длятся аж по 10 минут и при этом не успевают утомить. Глядя на то, как изобретательно 52-летний Ривз ломает бошки, я просто забывал обращать внимание на примитивность сюжета и тупость вражеских ботов. И если уж говорить о пресловутом развлекательном кино, которому нужно прощать глупости в угоду экшена, то оно должно быть примерно таким. Лично я считаю, что второй Джон Уик выдал самый впечатляющий мордобой со времен первого Кингсмана. Так что всем любителям динамичных боевиков стоит посмотреть этот фильм хотя бы один раз. Ребят, надеюсь вам понравился выпуск. Да, помимо того, что вы все эти фильмы можете посмотреть на Иви, обратите внимание на новый интересный сериал Британия. Он чем-то похож на Игру Престолов, которую кстати ждать еще ох как долго. Сюжет Британии рассказывает про противостояние римлян, кельтов, друидов и тайну камней Стоунхендж. Снят тоже очень даже качественно, так что имейте ввиду. Ссылка на Иви и сериал будут в описании. Также можете посмотреть мои предыдущие топы. Лучшие фильмы 2017 года или свежие обзоры кинопремьер. Ну и до скорого. Пока. Наконец-то добил год.